Всем привет! С вами снова Больше чем отдых! Итак, в этом выпуске мы проедемся на лодке по самым широченным и огромным лиманам. Мы поймаем рыбу, мы приготовим из нее уху и даже научимся стрелять. Не догадываетесь, где мы? Мы в Приморско-Ахтарском районе. Спорим, я поймаю самую большую рыбу. Прелести охоты и рыбалки в Приазове известны далеко за пределами Краснодарского края. Сюда круглогодично съезжаются рыбаки со всей России. За прекрасной возможностью посидеть с удочкой на берегу или поохотиться на дичь. Такое ощущение, что летишь над водой. Хочется вот так вот просто расправить свои руки и обозвать их крыльями, назвать их крыльями. И вот просто лететь. Как птицы, которые летят перед нами, потому что мы всех испугали. Собля! Среди водоемов, расположенных рядом с Приморско-Ахтарском, рыбаков особенно интересуют озера соленые и скелеватые, лиманы грузкие, широкие, красные. Все названия долго перечислять. Водоемы схожи по глубине, очертанию берегов, составу, обитающей в них рыбы. Основной интерес у рыбаков вызывают многочисленные искусственные каналы, соединяющие практически все более-менее крупные водоемы. Именно в них рыба буквально сама прыгает в лодку. Здесь в этих каналах действительно можно заблудиться, но местные знают эти тропы, как будто передвигаются по городу и знают название каждой улицы. Самое интересное, что все здесь поросло камышом, и ты как будто в каких-то джунглях. Это очень интересное зрелище. Вот так вот сделать такую проездочку, поездочку, покататься, нам все это посмотреть. Самое интересное, что здесь уникальная флора и фауна, потому что здесь столько птиц. Здесь есть цапли, здесь есть бакланы, да кого здесь только нет. Перечислять просто можно бесконечно. Бесконечное количество животных, птиц, рыбы, которые плещутся и иногда даже запрыгивают в лодку. Мы добирались сюда через лиманы. Большие, маленькие, 30 минут с лишним в пути, в волны. Но мы добрались до этого места, чтобы показать вам чудо природы, лотосы. Конечно, они уже отцвели, и это последние, это остатки. Но мы специально для вас нашли самую цветущую зону, чтобы показать вам. Цветок, между прочим, занесен во всем мире в Красную книгу. Его нельзя срывать, нельзя срывать даже листочки, вот эти вот кувшинки. За это можно получить большой штраф. Давайте бережнее относиться к природе, для того, чтобы сохранить такую красоту для будущих поколений. На побережье Азовского моря священный индийский цветок завезли из Астраханского заповедника. Ведь впервые лотосы здесь зацвели еще в 1952 году. Ежедневно сюда привозят экскурсии, потому что зрелище редкое. Не во всех городах, не во всех странах можно увидеть цветение лотоса. И поэтому в пихо в цветение люди стараются приехать и посмотреть. Вот видите, как раз сзади нас расположилась группа туристов, который приехал насладиться этим видом. Кстати, еще одна лотосовая поляна раскинулась на Таманском полуострове под станицей Голубицкой. Проезжая между лиманами и заливами, можно и не заметить, но здесь остались островки земли, на которых по-прежнему живут люди. Когда-то на этом хуторе было две деревни. Сегодня от них не осталось практически ничего, кроме этого хозяйства. Здесь же вот люди, которые занимаются разведением лошадей, гусей, уток, ну и в принципе разной другой живности. Познакомиться с ними, пообщаться, узнать их историю очень интересно. И поиграть с кобылками. Зачем нам Венеция? Не ответите мне на вопрос. Вот, пожалуйста, Краснодарский край. Натуральная, настоящая Венеция. Не хватает только гондольеров, которые здесь передвигаются на лодках. Зато рыбакам, как классно. Выглянул в окно, забросил удочку, рыбку поймал, позавтракал или пообедал. Вот вы знали, что такое в Приморско-Ахтарске есть? Я нет. Все это время вы, скорее всего, задавались вопросом, что же вы катаетесь, а на море никак не приедете. Так вот мы, собственно, на море и приехали. Оно буквально вот в трех метрах. Буквально через секунду мы уже будем на лучшем морском побережье. А вот и море! Ехали, ехали и, наконец, доехали. Мы на Очуевской косе. Боже мой, километры чистейших пляжей, километры Азовского моря, километры свежего воздуха и просто такого наслаждения для взора. Ну вот чем это, не Сейшелы, допустим, или не Багамы? Ведь это гораздо круче, потому что это Приморско-Ахтарский район, это Краснодарский край, до него рукой подать. А здесь настолько великолепно, что ни один курорт с этим местом просто не сравнится. Всем нужно приехать сюда, всем, всем, всем. Сезон уже закончился, но здесь, на Азовском побережье, все еще можно купаться и загорать, потому что Азовское море теплее, чем черное. Мы в Приморско-Ахтарском районе, немного дальше хутора Морозовского, и здесь 15-15 километров чистейших, умиротворенных, красивейших пляжей. Здесь находится очень много кемпингов, люди по сей день здесь отдыхают, буквально палаточные городки. На самом деле, очень интересно видеть, потому что люди действительно развивают себе мини-дома из палаточных. Мы наконец-то добрались до Бейсукского лимана. Это одно из самых популярных мест среди охотников в Краснодарском крае. Здесь постоянно есть дичь, здесь есть утка, здесь есть фазаны. Но единственная проблема, сюда сложно добираться, поэтому добраться можно только на вездеходе, точнее на болотоходе, либо пешком тащиться сюда, потому что лодка не пройдет слишком мелко. Вот видите, как нет, чуть выше щиколотки. Здесь настолько круто, здесь настолько нереально, просто бесконечные просторы. Самое интересное, что вода абсолютно прозрачна. Очень круто, очень круто. Вы должны сюда приехать, просто обязаны. А тем временем наступило долгожданное время для любителей охоты. Сезон начинается в последнюю неделю с сентября и продлится до конца декабря. Пятый, страшно! Раз, два, три. Да смотри ты! Что ты говорю? Основные трофеи метких стрелков – крякла, широконоска, гусь и, конечно же, бакланы. Кстати, в процессе езды одну птицу мы поймали голыми руками. Правда, сразу же отпустили на волю. Любимая рубрика «Больше чем отдых» готовим на свежем воздухе. И что мы готовим? Раков с нами. Александр Иванович, он лучше всех знает, как варить раков. Александр Иванович, давайте я буду держать таз. Вы, наверное, будете забрасывать. Расскажите мне, а почему вот здесь варятся яблоки и болгарский перец? Мне казалось, что раков варят просто в обычной воде. Да, нет, а для вкуса придает хороший вкус. Убивает сырость. Это какой-то рецепт прям старый-старый, старожильный? Старый-старый, да. Так варили деды, так родители учили варить. Как интересно, я такого не знала. Как нужно правильно забрасывать? Есть какие-то особенности? Да вот прям ща. А, вот так, боже мой. Вот смотрите, пока он не утонул. Они еще живые, но что-то вот он уже не живой. Вот, вот, смотрите. Они абсолютно живые. Настоящие раки. Вот он немножко испугался, видимо, что его схватили. И на сколько теперь мы все это оставляем? 10 минут 15 должны протипеть. Потом 10-15 минут должны постоять, набраться сока. Это обязательно? Обязательно. Тогда рак будет сочный, не сухой. Секундомер включили. Ровно через 10 минут возвращаемся к нашим ракам. А мы пойдемте с вами просто отдохнем. Чайку попьем. Так уху надо сварить. Сейчас я уху поварим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Но после такого обеда не хватает только вечернего променада. Отправляемся в центр. Центральная набережная Приморска-Ахтарска, на удивление, располагается в непосредственной близости к жилым корпусам. То есть вот здесь пятиэтажка, а здесь уже центральный пляж и центральная набережная. Кстати, именно в таком виде пляж и набережная предстали только в этом году. Здесь было проведено полное благоустройство, установка шезлонгов, установка спасательных будок, рубок. И все, 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 абсолютно все для удобства туриста, приезжающего сюда и приходящего на этот пляж. Добраться из Краснодара в Приморско-Ахтарск можно несколькими способами. Дорога на автобусе займет почти три с половиной часа. На автомобиле быстрее, меньше трех часов. Крутить педаль велосипеда придется аж десять с половиной часов. Удовольствие, согласитесь, довольно сомнительное. Лучше уж на машине, особенно если водитель не ты. Море, рыбалка, охота. Что еще нужно для насыщенного семейного отдыха? Дали от бешеного ритма будней, тем более, когда ценовая политика более чем лояльна. Все-таки Приморско-Ахтарский район – это район полной эмоциональной перезагрузки и разгрузки. Пострелял, вымесил всю свою энергию, порыбачил, помедитировал, погулял, покатался по лиманам, посмотрел на всю эту красоту, на этих птиц. Это, в общем, просто вот очень классно. Приморско-Ахтарск, хорошей тебе охоты и рыбалки в этом сезоне. А мы отправляемся дальше. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова